Сегодня будет нетипичный для меня урок, урок в фотошопе, который появился после просьбы моего приятеля помочь ему вставить небо из одной фотографии в другую фотографию. На самом деле я крайне редко снимаю пейзажи, природу, вообще ландшафтную съемку. Может быть 3 или 5 фотографий в год я делаю, конечно, но меня трудно назвать пейзажистом. Поэтому те, кто этим занимается профессионально или уж достаточно давно, те знают массу фишечек, способов, как что-то заменить на одной фотографии другим. Я же покажу, как бы я справился с поставленной задачей, с учетом того, что я пейзажами не занимаюсь. Итак, мы имеем фотографию ночного города, и нам в него нужно вставить вот это небо. Выбираем инструмент Move Tool. Можно зажать клавишу Shift, можно не зажимать. Shift мы совместим полностью фотографии. Все это можно закрыть. И для того, чтобы нам это небо правильно разместить, я изменю режим наложения. Чаще всего я меняю на Multiply. Можно попробовать Soft Light. Тут зависит. И тем же инструментом Move Tool, вернем в Multiply, мы начинаем двигать наше небо так, чтобы вот эта вот линия ушла у нас за самую низкую границу. Еще раз. Вот приблизительно вот так как-то. Отключаем слой, возвращаемся на слой Background. Выбираем волшебную палку. Можно изменить Tolerance на 40. Зажимаем Shift. Добавляем непопавшие области. Толеранс стоит, я думаю, изменить поменьше, чтобы добавить вот эту область. Да. Вот таким вот образом. И давайте захватим эту башню. Она все равно будет на фоне неба. Вот так. И теперь мы жмем кнопочку Select and Mask. Радиус растушевки 3-4 пикселя. 2. То есть нужно посмотреть, подобрать по вкусу. Давайте попробуем. 2 пикселя растушевочку. Так, посмотрим, приблизим наше изображение. Мы не сильно заползли на границу. Можно, в принципе, еще на 1 пиксель растушевочку добавить. А может быть и не нужно. Итак, у нас выделено небо. Если хотите возвращаться к этому выделению, можете его временно сохранить. Переходим во вкладку Каналы. Нажимаем иконку Создать новый канал из выделения. Возвращаемся в уровни. Делаем активным слоем наше небо и нажимаем иконечку Создать маску. В режиме Multiply небо выглядит отвратительно. Поэтому можно поставить режим наложения Dark. Приблизим, посмотрим, что с нашей границей. Если мы заменим на Soft Light, то небо впишется более гармонично. Теперь нам нужно притемнить небо, поэтому мы дублируем слой Ctrl J меняем как раз таки его тут уже на Darken и уменьшаем прозрачность наполовину грубо. Вот она уже стала потемнее. Если хочется приглушить, притемнить небо еще, то это можно будет сделать я думаю, что впоследствии градиентным фильтром. То есть мы делаем дубликат слоя на Mac это Shift Alt Command E на Windows скорее всего Shift Ctrl Alt E идем в фильтр камера RAW выбираем градиентный фильтр опускаем его и прижмем хайлайты чуть понизим экспозицию и я бы уменьшил контраст. Вот таким вот образом. Теперь нужно разобраться вот с этим вот средним планом, который такой тускленький, неровненький. буду делать это уровнями. Пока слегка смещу средние тона вправо в сторону притемнения инвертируем маску Ctrl Alt возьмем белую мягкую кисточку и просто начнем протирать вот эту область затемняя тот вот дальний план. так может быть может быть еще чуть-чуть его потемнее сделать вернемся на слой смазки увеличим кисть и я бы прозрачно здесь поставил процентов 40 чтобы еще пробежаться вот по вот этой вот части чуть-чуть подровнять ее вот таким вот образом мы вклеили небо. Не знаю на ваш взгляд натурально смотрится ненатурально учитывая то что фотография пойдет 90% я уверен на стоки для нетребовательного клиента возможно сгодится. Но еще нужно сделать одну манипуляцию для того чтобы уравнять эту картинку. уравнять картинку проще какой-либо тонировкой которая бы одинаково легла на наше композитное изображение. Идем вот сюда на эту вкладочку жмем выбираем градиент мап карту градиента меняем режим наложения на soft light щелкаем по карте градиента и смотрим какой из вариантов нам подходит. Если нам не нравится какой-то из цветов то есть допустим фиолетовый мы хотим заменить на синий нет проблем это стандартный набор пресетов этот оранжевый можно сделать не таким ядовитым возьмем его приблизительно вот так и наверное синий тоже сделаем не настолько ядовито синим вот перейдем в эту область чтобы желтизна в зданиях сохранилась окей окей и собственно говоря тоже понизим прозрачность ну вот 50% у нас без прозрачности 50% было вот так теперь стало потемнее вот картой градиента мы закрыли нашу фотографию и получили скажем так усредненное изображение уже наши стыки границы не будут выглядеть разнородными повторюсь это не хрестоматийный урок это не означает что так надо делать это означает только лишь как я бы справился с поставленной задачей если вы знаете способы лучше буду рад узнать поучиться у вас всем хороших кадров счастливо